А Вы с какого года занялись реформацией? Занялись реформацией? Ну, в 96-м я ушел, из РПЦ вышел, по идейным соображениям, из традиционной православной церкви. А уже в 97-м, то есть через год, начал как раз молиться и трудиться. То есть первое шаги делалось как раз именно в реформации, а уже в конце 2000-го года, да, в конце 2000-го года, уже начала церковь, уже открыто, то есть мы собирались, единомышленники, братья и сестры, это в Киеве. И вот как раз это был конец августа, там был как раз праздник большой, это был, я знаю, День независимости Украины. И вот мы к этому приорочили как раз такие уличные организации, и вот с этого началось как бы наше движение, с конца 2000-го года. А храм уже так же строите? Пока нет, но есть проект у нас, в принципе, на сайте мы собираемся сейчас как раз выставить проект, вот уже принятые там голосовали, всевозможные такие нюансы были, значит, одни за, одни против, там, наши там посещения, юбископа, там, ну, до сих пор еще, допустим, да, решаем вопрос, ну, для него братство интерьера, как будет выглядит, не знаю еще. Ну, в принципе, вот, как бы, есть эскиз однокупольных храмов, да, как бы, сочетание старого и нового, как бы, дизайна. Царские врата так же будут, да? Нет, символично будут, ажурные такие, как бы, во внутреннем братстве такое, напоминание, как бы, о царских вратах. А вообще, идея без Эпеностаса, значит, без вот этих, вы понимаете, о чем говорю, да, все? Ну, я расскажу еще по ходу. Что, о чем с молитвом? Благословенный Господь Бог, наш Царь Вселенной, собравший нас вместе сегодня, Божий, Ты наш Учитель, Ты наш Господь, Ты наш Бог и Царь. Учи сегодня нас, Господь, Божий, мы собрали здесь, чтобы, Господь, быть твоими учениками, действительно, Господь, из истории христианства, из истории Церкви, которую Ты создал, которую Ты основал, которую Ты все эти века поддерживал, Господь, и довел до сего дня. Ты учи нас на этих примерах. Пусть, Господь, каждый из нас научится чему-то сегодня и в эти дни, Господь, прикасаясь к тайне истории Твоей Церкви. Пусть каждый из нас, Боже, будет свободен от этого злого духа критицизма, Господь, и не будет судьей ни живым, ни мертвым, Господь. Но пусть каждый из нас учится на ошибках наших предшественников, чтобы самому не допускать подобного в своем служении. Боже, и на примерах положительных, помоги нам учиться, Господь, подражать в вере тех, кто дошел до конца, соблюл веру, сохранил веру, Господь, и исполнил всю Твою волю. Боже, всемогущий, благослови нас, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, доброго, Господь, но с Тобой мы сможем сделать все. Ты наш учитель, Ты наш Бог, и Тебе вся слава, Господь. Сегодня Ты, Господь Иисус, среди нас, и сегодня, Господь, помоги нам увидеть свое место, свое, Господь, Боже, призвание в теле Твоем, в церкви Твоей, Господь. И помоги нам, Господь, в эти предстоящие нам дни и годы, Господь, исполни Твою святую волю. Боже, пусть каждый из нас, Боже, впишет хорошие страницы, эти строки в историю Твоей церкви. Боже, всемогущий, да святится имя Твое, Господь, и да приедет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесах, так и на земле, Господь. И, Боже, всемогущий, сегодня, Господь, мы учимся у Тебя, и Тебя славим, Тебя благодарим, Господь. И как Ты был великим и могучим в судьбах наших предшественников, Господь, передавших нам эстафету веры. Будь сегодня, Господь, великим и могучим и славным в наших судьбах. И помоги нам, Господь, Боже, прославит Тебя. Аминь. Аминь. Пожалуйста, без славы, без славы, без славы, без славы, без славы, без славы. Боже, Господь, Бог и Спаситель. Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас я. Сегодня с этого урока у нас новая тема – история христианства. В ваших конспектах вы можете записать это – история христианства. История христианской церкви. История церкви. А экзамен будет по этой теме? Экзамен несложный. Будет у нас тест. Я постараюсь вас не нагружать экзаменами. Тест будет, контрольный тест для проверки ваших знаний. И еще. Вы можете задавать вопросы. Давайте договоримся. Если с места у вас вопрос есть, то поднимайте руку. И я постараюсь вас также спрашивать. Мне тоже будет интересно, что же вы поняли, осознали. Наверное, будет такая небольшая творческая работа у нас уже в конце. Я постараюсь всю неделю быть с вами здесь до пятницы. И в пятницу будет этот тест. Но перед тестом я хотел бы, чтобы каждый из вас вышел сюда, в кафедре, к доске. И, допустим, пять, десять минут, кратко рассказал, может, пятнадцать, я не знаю. Ну, минимум пять минут. Каждый из вас, чтобы сказал, что? Немного об этой теме. О том, что вы в эти дни услышите. Как это вам? Что вам понравилось? Что не понравилось? Что, допустим, вас огорчило? Что вас, наоборот, порадовало? Как это поможет вам в вашем служении? Я постараюсь... Вот эти вопросы... У меня есть много в тесте 100 вопросов, но я сокращу, наверное, для вас. У нас будет одна неделя только занятий, поэтому будет, наверное, половина меньше. Тест, значит, и вот эта творческая работа, ваш выход в к доске сюда. И вот короткий рассказ. Как вы думаете, как поможет вам в вашем служении? Потому что я молюсь о том, чтобы каждый из слушателей сегодня, он увидел свое место в истории церкви. И я напоминаю вам, братья и сестры, что мы не судьи не только тем, кто сейчас живет с нами в нашем поколении, но и те, кто уже давно ушелся до земли, давно уже мертв. Мы не вправе судить ни живых, ни мертвых, но мы обязаны учиться. Учиться и еще раз учиться. Это нам Господь завещал Иисус Христос задолго до Ленина, в Гомонии. Иисус обещал, и Он завещал нам учиться. Вот, господа, братья и сестры. История христианства, история церкви, эта тема огромная, конечно. За неделю очень трудно будет нам в 2000-летие охватить. За все это время очень много, как говорится, воды утекло. Очень много было событий. Даже перечислить именно важнейшие события из истории христианства за неделю сложно. Поверьте, очень много. Тема обширнейшая. Но я хотел бы в течение этой недели раскрыть самые основные моменты из истории христианства. И также ответить на ваши вопросы. Потому что, как православный священнослужитель, как обновленец, реформатор, я, наверное, больше буду говорить все-таки об истории Восточной Церкви. Хотя я очень люблю историю и Западной Церкви, историю христианства в Америке. К примеру, в разных еврейских школах я преподаю тему этой истории христианства немного по-разному. Но специфика есть. Допустим, в США, когда преподаю, то я всегда рассказываю больше, конечно, о православии, о католизизме, о Западной Церкви, Восточной, но больше я говорю об истории христианства в Америке. Если говорю в Европе, допустим, провожу семинары, в литеранстве, допустим, в школе библейской, в Беркене. Там я именно для литеранских и евангелических вот этих христиан больше говорю об истории Западной Церкви. Потому что им Восточная Церковь, ну, постольку-поскольку, как бы интересно. Хотя есть очень даже интересующиеся братья и сестры, немцы. Но для нас, трудящихся здесь, если Бог кого-то призовет еще и дальше, допустим, быть вне, допустим, России, где-то на восток, в Азию, Китай, Африка, Америка, я не знаю. Вам будет важно знать историю того региона, как бы, и развитие там христианства в этом регионе. Это очень важно. Но я тут полагаю, что большинство из вас будет трудиться в России, и вам очень важно будет знать историю именно Восточной Церкви, Восточной Православной Церкви и, вообще, Восточного Христианства. Это очень специфическое христианство. Допустим, на Западе, ну, в Америке, допустим, я преподавал в библейском университете, Лютер Райса, это университет Южных Баптистов. Это крупнейшая динаминация в Америке, но мои студенты были в основном чернокожие, которые впервые видели русского, многие из них, и в 100% они впервые видели православного священника. Я пытался им объяснять, но был очень сложный, первый урок был очень сложный. Потом я понял, что о православии вообще ничего не знают, но кое-что знают о католицизме. О, я говорю, хорошо, братья, это, говорю, православие, это как католическая церковь, только лишь восточного такого, знаете ли, исполнения мистического такого, больше толку. О, они уже поняли, о чем я говорю. Но мне еще повезло, что среди моих студентов было два белых, значит, американца, которые, ну, по откровению, они ехали в Румынию. Они собирались ехать в Румынию, как миссионеры проповедовцев и православных, поэтому им, вот моя тема была как раз вот этим дум, очень необходима. А другим, настолько поскольку, ну, как бы еще один дополнительный файл, значит, выхватилку знаний. Но нам это очень важно, потому что, зная прошлое, мы лучше видим происходящее сейчас вокруг нас, и яснее видим будущее. Мы учимся, дорогие друзья, но давайте огнемся сегодня в такую глубь историю, и, наверное, начнем с самого начала. История новозаветной церкви, история церкви Иисуса Христа. Вот два тысячелетия, с чего начать? Начнем с самого Господа Иисуса. Его слова запишем эпиграфом, началом слова из Евангелия от Матфея, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 16-18 б. Здесь впервые слово церковь звучит в Евангелиях. Евангелие от Матфея, 16-18. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют нее». Давайте вместе скажем. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют нее». Аминь. Это правда. И в то время, когда Иисус это сказал, церковь его, церковь Христа была еще внутри него. Он вынашивал идею, знаете ли, эту великую идею. Он нас с вами вынашивал внутри себя, как вот женщина, вынашивая дитя. Это было откровение, это была величайшая идея, величайший план Божий. Церковь Нового Завета. Церковь Нового Завета. Церковь Христа. И рождение церкви, когда произошло, есть разные мнения на этот вопрос, разные ответы в разных учебниках. Я убежден, и это мое убеждение разделят многие очень, тоже преподаватели, христианские учителя, что рождение церкви произошло на Голубовском кресте. Как и рождение каждого из нас, это связано с кровью, с муками наших матерей. Мы рождаемся в муках. Иисус, Он говорил, что женщина, когда рождает, терпит скорбь. Там греческое слово стоит, которое означает пресмертная агония. Мука, пресмертная мука, то есть мука смерти. То есть женщина рождает, когда она терпит то, что обычный человек испытывает как раз именно момент пресмертной. То есть это мука смерти. Но затем, говорит, когда рождается человек в мир, она не помнит от радости, потому что родился человек в мир. Приходит жизнь. Смерть и приходит жизнь. Слава Богу. И Иисус испытал эту агонию, предсмертную агонию. Он испытал эту муку, но Он родил не просто кого-то отдельного, нет, отдельных людей, нет. Он родил всех нас. И все рожденные от Бога люди свыше, все настоящие христиане, независимо от конфессии, вот все на протяжении этих двух тысячелетий, свое рождение духовное связывают с Голубовским крестом Иисуса Христа, с кровью Иисуса Христа. И это великая тайна, великая тайна, новорожденный младенец. Хотя в то время церковь, знаете ли, ну, трудно было ее увидеть вообще. Те, кто были, в основном все разбежались, в основном были в отступничестве, по сути, в предательстве. Но все равно Иисус видел их церковью своей. И воскреснув, Он пришел к ним, Он ободрил их, Он благословил их, Он сказал, примите Духа Святого. И Он завещал дождаться обещанного отца, обречения силы свыше. И в день Пятидесятницы, в день Великий, праздника Шавуот, Пятидесятница, сошел Роха Кадош, Дух Святой. Рох, Рох, Дыхание, Дух, Роха Кадош, Кадош Святой. Рох Кадош, Рох Адонай, Рох, значит, Дыхание Господа, Дух Господень. Рох Адонай, Рох Элогим, то есть Дух Бога, Дух Бога, Дух Дворца. Вот Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, в праздник Шавуот, как мы еще называем его, праздник Пятидесятницы, или Троица, вот в российском таком обычно, да, исполнении. Обыватели наши обычно не знают ни Шавуот, ни Пятидесятница, обычно знают Троица. Значит, и вот именно в этот день сошел Дух Святой. И церковь, она облекла силу свыше. Дух Святой сошел не просто на каких-то отдельных там людей, а на тех, кто ожидал его. Это была небольшая церковь, и было человек 120 всего этих людей. Мужчины, женщины, среди них была Матерь Господа нашего Иисуса Христа, и другие женщины. То есть там были не только апостолы, не только те 12, нет, там было человек 120. На картинах на многих рисуют обычно 12. На которых сходит именно Дух Святой. Но на самом деле это историческая неправда. Там было человек 120, там было довольно-таки это собрание побольше намного, чем 12. И вот сошедший Дух Святой с того самого времени не уходит. Утешитель здесь, удерживающий сегодня здесь. Удерживающий, потому что согласно Писанию, он однажды будет взят, но пока он здесь. И время благодати, оно продолжается. Есть, конечно, и другие объяснения удерживающего, как политический, допустим, удерживающий, да, экономический удерживающий. Но есть духовный удерживающий, Дух Святой, который сегодня здесь до сих пор присутствует с нами. Слава Богу! И мы знаем, что из Нового Завета, что Церковь Иисуса Христа, она распространялась, развивалась постепенно из Иерусалима и дальше, как Господь и завещал. Слава Богу! И книга Деяний Апостолов, это книга историческая. Так можете записать? Книга историческая. То есть, первый наш учебник по истории, да, но Церковь Нового Завета, это книга Деяний Апостолов. Книга Деяний Апостолов. Это книга историческая. В Ветхом Завете есть книги исторические? Да. Да, и какие книги? Царство. Царство, да. Параликуменон. Параликуменон, да. Это исторические книги. То есть, и в Ветхом, и в Новом Заветах есть книги исторические. А это о чем говорит нам? О том, что Бог хочет, чтобы мы знали историю. Чтобы мы изучали историю. Только не так, как, допустим, люди, допустим, говорят. Не так, как ее в угоду сильным векам всего, да, или богатейшим там ее пишут. А так, как ее Бог оценил бы. Как бы ее Бог увидел бы и видит ее. То есть, глазами Бога. И вот сегодня попытаемся, и в эти дни попытаемся увидеть историю Церкви именно его глазами. Глазами Бога. Как это увидеть? Через Писание. То есть, любую ситуацию, как и в жизни личной нашей, христианской. Как, допустим, оценить? Вот, по-человечески, допустим, я где-то хуже кого-то, где-то лучше кого-то. Но, а стандартов человеческие, допустим, может быть, я где-то даже в каком-то слое общества. И даже вроде даже и хороший человек. В другом плохой человек. Как понять? Но глазами Бога, когда мы себя оцениваем, мы максимально объективно себя видим. Максимально объективно. И также, не только свои поступки личные, но также и историю мы можем судить именно через Слово Божие. То есть, как Бог оценил бы то или иное событие. Так вот, дорогие братья, сестры. История Церкви, история христианства. Запишем первый период истории Церкви. Это с 30-го по 313-й годы. С 30-го по 313-й годы. Первый период истории христианства. Первый период. Мы не знаем точного года рождения Церкви. Но примерно, это примерно 30-й год нашей эры. С этим согласны все историки сегодня. Мы не знаем почему. Потому что точного года рождения Иисуса Христа, ну, не указано. Сегодня мы можем предполагать, что рождение Христа было примерно в 3-м году до нашей эры. То есть, за 3 года до официального года рождения своего. Рождение Христа, Иисуса, произошло примерно в 3-м году, может, в 4-м году. Есть разные версии. До принятого официального года рождения. И вопрос такой, когда же родился Христос? Кстати, 7-го января, 25-го декабря. 25-го декабря. 24-го на 25-го. Вот так вот, да. У нас очевидник. Понятно. Ну, дамы и господа, вынуждены как бы разочаровать. Значит, мы однозначно можем, так сказать, из Писаний Нового Завета, что Иисус не родился ни в декабре, ни в январе. Значит, однозначно. Не в зимнее время. Вот мы можем предполагать, что Иисус родился, вероятнее всего, в конце лета, значит, или же начало уже осени. Но ни в коем разе не, значит, не поздней осени и тем более не зимой в Израиле. Об этом косвенно говорят Писания Нового Завета, потому что пастухи были в полях со стадами. Вертепы были пустующими, и в них проживали люди, как мы видим, те, кто в гостинице не могли разместиться. А это в Израиле было лишь в летнее время, до того, как скот снова загоняли в эти вертепы. Значит, и однозначно Иисус родился во время переписи населения. А перепись населения в зимнее время не проводилась никогда вообще. Это исторический факт. Лишь в летнее время проводилась перепись населения в Риме. Самый поздний срок, это середина сентября, значит, или же конец, может быть, сентября даже, значит. Но ни в коем разе не дальше, не позже, не декабрь и, значит, и не январь. То есть, Иисус родился в конце лета. Сегодня астрономы нас, допустим, значит, работали над этой проблемой очень давно. Они вычислили время рождения Христа, значит, там работали христиане, нехристиане. Так вот, по их вычислениям, это было примерно в середине сентября третьего года до нашей эры. Точный день мы не знаем, но они предложили, что это могло быть на протяжении двух или трех недель, значит, время, когда и по совпадению звезд, и по многим остальным там характеристикам было рождение Иисуса Христа на этой земле. Вероятнее всего это было, как раз совпало с праздником труб, Рош-Хашана, праздник шафаров, праздник трубы. Новый год, еврейский Новый год, Рош-Хашана. Есть версия, что Иисус родился в Суббот, вот недавно закончившийся праздник поставления гущей. Но тоже небольшое несовпадение, потому что на праздник поставления гущей римские власти тоже переписки не проводили, потому что это был один из праздников паломничества. Римляне уважали традиции покоренных народов, и они не нарушали традиции религиозные, чтобы не идти на конфликт религиозный и национальный. Поэтому римляне, уважая традиции иудеи, покоренные, да, захваченные, но провинции иудеи, они именно в празднике паломничеств не совершали подобного. Поэтому Иисус родился до праздника Суббот, хотя на праздник Суббота было бы очень красиво, конечно, чтобы он родился, но исторически немного не совпадает. Вероятнее всего, он родился все-таки на Рош-Хашана, или же перед праздником, или же на сам праздник Рош-Хашана. Когда праздник Труб, когда в Шафар отрубили, оповещали людей о начале Нового года, о пришествии царя, царей и мессии. И это было знаком. И удивительно, значит, Иисус, когда родился, его спиминали. В греческом тексте, не зная еврейской культуры, как бы очень много вопросов, как бы какое знамение. Знаете, когда, допустим, пастухам ангелы сказали, вот вам знак, знамение, вы найдете младенца, лежащего в яслях, спеленатого. Какое это знамение, непонятно. Всех младенцев пеленают, как бы. Здесь ничего удивительного нет. Лежащий спеленатый младенец. Но не все так просто, как кажется. Когда знаешь именно еврейскую традицию и культуру, то тогда, конечно, немного, знаете, берет в них и ужас даже, так скажу. Ну, как бы, мурашки по коже бегают сразу. Дело в том, что под Вифлеемом пелены обычно не хранились. Там хранились в этих виротепах пелены на погребание. То есть, один из, ну, бизнес делали люди, в это время хранили множество пелен, которые потом продавались для погребаемых церемоний. Немного шутковатая картина. Представьте, родился младенец, и Мария воспользовалась, ну, это не спокойненько, безусловно, это новые совершенно пелены. Но за ремонт младенца, ну, как бы, ну, явно Мария была не суеверная женщина, во-первых. Скоро сразу. Да, значит, любая мамаша бы, наверное, богу к ужасу, когда она, значит, пришла бы, если бы предложили бы ей завернуть новорожденного в погребание, а еще какие-то принадлежности. Но это еще не все. Ужас еще в том, что в другом постучали сих пори гости и принесли золото, ладан и погребальнюю смирну. Представьте, странный подарок, да, родился младенец, а ему принесли погребальный ленок. Значит, в квартиру вместо букета цветов погребальные цветы, значит, с леточками там, вот, как бы, волков, значит, как бы, от востока, жителей востока, значит, значит, рожденного царю погребальные принадлежности. Ну, немного, наверное, любая мама современная просто очередь подписывала, наверное, скажет, вау, что вы делаете вообще? Очень дурные знаки. Но, с другой стороны, мы знаем, что Иисус родился для этого. Больше того, однажды, когда уже в храме, уже все происходило, церемония, и здесь опять же дала Марию разочарование, значит, как бы, большая боль подошел человек Божий и Духом с ним сказал, что тебе пройдет оружие душу. Это ужасно, конечно, представьте, младенец еще вообще ничего не сделал, ни хорошего, ни плохого, а ей уже говорится такое, что это будет, ну, страшно будет, твоя судьба будет страшная. И она у Христа стояла. Это все исполнилось, буквально исполнилось. Она это видела? Да, но не будем отчаиваться, потому что мы знаем финал всей этой страшной истории, она прекрасна, эта история, с другой стороны. Потому что Иисус воскрес измерт, Он победитель. И Мария, она была среди тех, кто дождался обещанного от Отца Духа Святого. Слава Иисусу Христу, друзья. Так вот, господа, и, конечно, примерно в 30-м году рождение церкви произошло. Об этом говорят также исторические источники. Есть источники в Талмуде, в частности. В Талмуде это книга, или книги, можно так сказать, книги не христианские. Даже, скажу так, Талмуд сам по себе, в основной своей направленности, он даже антихристианский. Но при всем... То есть, эта книга, написанная отступническим уже иудаизмом, написанная лидерами отступнического иудаизма, не принявшего Мессию. То есть, та часть, религиозная часть народа Израиля, которая не приняла Мессию пришедшего, они взяли и через несколько столетий после уже Иисуса, записали для сохранности. Потому что была очень вероятная угроза, значит, даже уничтожения лидерского состава, будем говорить, Израиля, религиозных вождей. Потому что были гонения. И чтобы сохранить предание, устные традиции и историю, было задумано записать все устное это. И родился Талмуд. В Талмуде, да, много и антихристианских, и просто ужасных высказываний. Но с другой стороны, там сохранилось великое множество удивительных исторических свидетельств. Просто не имеющих цены этих свидетельств. И для нас, мессианских евреев, и для христиан, христианских служителей, это великое благо, что сохранились эти источники исторические. Почему? Потому что сегодня, допустим, мессианские раввины, мессианские служители насчитывают до сотни, это как минимум, а так и свыше сотни, в Талмуде, косвенных указаний исторических, подтверждающих правдивость личности Иешуа, как Машиаха, Иисуса, как Христа, и нового завета, бритхадаша, нового договора, истинность нового договора, нового завета, в крови мессии. Удивительно. Не убедить это невозможно человеку, изучающему эти писания, талмуднические. В Австралии я был в гостях в одной семье, артодорсальной еврейской семье, вчера они были еще артодорсальные иудеи, но буквально незадолго перед моим приездом они уже приняли Иешуа, Иисуса, как Христа. И хотя бы на семье, он вырос в артодорсальной семье, значит, еврейской, но закончил Иешиву, собирался быть рабином, как и его отец, но он принял Иисуса, принял Иешуа. И один из толчков, поводов именно к принятию мессии, было изучение пророков, в частности Исаии, пророка Исаии, не даром пророка Исаию, его книгу, часто называют Евангелием в Верхнем Завете, да? Потому что там есть такое подробное описание мессии, что, ну, просто дигу даешься. Особенно страдание Христа, воскресение проставленного Христа, это все есть в писаниях пророка Исаии. Так вот, и изучение Талмуда тоже подтолкнуло как раз именно к этим размышлениям. Если вы будете разговаривать с религиозно-грамотным иудеем, то вам эта информация очень пригодится. Какая? Запомните. В Талмуде, отметим себе, раздел есть, один из разделов или одна из книг, называется Йома. Йома. Этот раздел повествует нам о празднестве Йом-Кипур. буквально день, как бы, искупления, или день Йома, раздел Йома, о празднестве Йом-Кипур, день искупления. И в этом разделе мессианские служители насчитывают десятки косвенных подтверждений правдивости Евангелий. Не прямых, косвенных, поймите правильно. Какие? Самые потрясающие, как раз, о жертвоприношениях, разделы Йома, о празднестве Йом-Кипур, день искупления, или день суда. Да. Вот это один из дней осенних празднеств, Йом-Кипур. В этом году уже эти празднества закончились, они прошли уже. И, понимаете, о чем я говорю? Йом-Кипур, это тот самый день, раз в году, когда великий священник, первосвященник, ну как патриарх, допустим, да, он заходил во святое святых Иерусалимского храма. Это было один раз в году. Он не мог зайти во святое святых, Кадош, Кадошем, святое святых, не мог войти в другое время года. Он не мог войти в другой день. Только лишь один день был обозначен самим Богом, как день великой жертвы. Я вкратце лишь напомню вам историю этого завета на эту тему. Было предписано брать двух козлят, одинаковых абсолютно, чтобы внешне нельзя было дать предпочтение, они одинаковые, чтобы и бросался жребий. Один из этих козлят был козел отпущения, мы знаем, да, вот высказывание в народе, козел отпущения, это оттуда, из Библии. Его отпускали в пустыню на смерть, верную гибель. Есть описана традиция, также древняя, именно отпускали, просто бросали в пропасть. Ну, как бы судьба его была такая очень трагичная. Второго козленка его ритуально обескравливали. То есть, с него спускали всю кровь, и он умирал вот таким образом. И эту кровь великий священник брал и вносил во святое святых, и окроплял все. Раз в году. В эту кровь, этой кровью пропитывались, этой кровью пропитывались такие лоскуты, нити белоснежные. Эта традиция, она не описана в Библии, она возникла чуть позже, именно после пророка Исаии. У Исаии есть такое местописание, что если грехи ваши будут как поглядные, как волну белю. Помните, да? И в буквально еврейском тексте, там говорится следующее, можно так перевести. Если грехи ваши будут как окроплялная тряпка, я сделаю ее белоснежной. Это было чудо. И священники, взяв за основу это местописание, это обещание Бога через Исаию, они пропитывали каждый год эти лоскуты, эти нити, привязывали в храме на день Йог-Кипур. И смотрели за этими нитями, наблюдали. Если на протяжении этого служения, этого дня, они чудесным образом ставились белоснежными рук, то для священников был знак это, что Бог принял жертву своего народа, потому что это была жертва за весь Израиль, за всех боящихся Бога. И Бог принял жертву и простил свой народ, омыл грехи, вычистил. Но если они оставались кровавыми, то это был очень дурной знак для священников. И священники были вынуждены факт констатировать и объявлять народу, что Бог не принял жертву своего народа. Грехи остались на нас. И священники обычно могли бы лишь порекомендовать работать еще больше над своими ошибками, отдавать долги, просить прощения, то есть приводить в порядок свою жизнь и ждать следующего года, следующего раза, когда будет снова возможность принести жертву на Йоги-Пур. Каждый день в храме убивали животных, но лишь раз в году эту жертву, кровь и жертву вносили во святое святых. Так вот, в разделе Йома, в Талмуде говорится, что последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, жертва на Йоги-Пур всевышним Богом не принималась. Последних 40 лет. После воскрешения Христа. Да. Храм был разрушен. До разрушения, да? Когда храм был разрушен? 70-й. 70-й год. 70-й год нашей эры. Отнимаем 40 лет, получаем 30-й год. Это косвенное подтверждение правдивости Евангелия, правдивости личности Иишо, как наш шеф. 40 лет последних. Буквально нам говорится следующее в Талмуде, в разделе Йома, что даже три раза по 40 нам говорится. 40 лет во времена некого Шимена Цатика каждый год принималась жертва на Йоги-Пур. Они становились белоснежными. Потом было 40 лет неопределенности, они пишут отцы Талмуда. Временами да, временами нет. Временами принималось 40 лет, временами не принималось. Было время неопределенности. Но, дальше говорится, но последних 40 лет никогда не принимала жертва на Йоги-Пур. То есть, времена земной жизни Мессии было время неопределенности. Временами принималась жертва, временами она не принималась. Но последние 40 лет после смерти Мессии на Христе и воскресения из мертвых уже никогда не принималось. Почему? Потому что Иешуа сказал, совершилось, совершилось это жертвоприношение. Уже нет смысла убивать животных, уже нет смысла даже в самом храме, уже есть смысл в крови Иисуса Межхриста, Мессии. Он, когда сказал совершилось, написано как подтверждением, было небесное знамение. Завеса в храме разорвалась сверху донизу. Завеса разорвалась, как знак того, что открылось святое святых для всех. Бог хочет жить с людьми и быть среди нас. Давнишняя мечта Божья, она осуществилась. Но с другой стороны, священники, мы знаем, что да, многие из священников покорили сфере, мы знаем, издеяния апостолов, но далеко не все. И далеко не самые ключевые фигуры, основные, как раз именно вся вот эта вот основная часть тогдашней вот этой религиозной мафии, не то что не покаялась, даже ожесточилась. Мы знаем из Писаний, из Евангелия, настолько были жестокие сердца этих священников, что даже вот эта разорвлая завеса, она не для них не была, как бы, знамением. Ее зашили, ее зашили, заштопали, и еще 40 лет они продолжали совершать эти служения. Больше того, мы знаем из Евангелия, что они, священнослужители, дали деньги, подкупили невольных очевидцев воскресения Иисуса Христа. Вот так вот. Да, и еще, я после перерыва продолжу говорить о других, как бы, периодах, о дальнейшем периоде истории церкви, но, коль начали из Толмуда кое-что рассказывать, а вы записываете, то спешите еще кое-что. В этом же разделе Йома вам пригодится это. На протяжении последних 40 лет, опять-таки, указания на 30-й год нашей эры, были очень плохие знаки. Последних 40 лет. Последних 40 лет были очень плохие знаки. Какие знаки? Минора, храмовая минора, на протяжении 40 лет, во время богослужения этих церемоний, сама собой задухала все семь лампад. Это очень дурной знак. Потому что горящая минора в храме, она символизировала, означала присутствие всемогущего бога среди народа его. Минора задухала все семь лампад. Масло было. Кошерное масло, все чистое масло. Фитили, священники перепроверяли, но минора гасла сама собой. И тем самым бог показывал, если же всем ясно думали, что меня здесь нет. Закончен бал, погасли свечи, все. Закончилось время храмового благочестия. Пришло время другого благочестия. В это время, примерно в это время, как раз, да, в это время, апостол Павел... Те же самые 40 лет, да? Да, 40 лет. Апостол Павел в это же самое время писал следующее Коринфянам. Запишем. Первый Коринфянам 3,16. Есть Иван 3,16, а есть Первый Коринфянам 3,16. Первый Коринфянам 3,16 написано. Раз вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. То есть вот в чем смысл Нового Завета. Храм Божий, Святой Священник, живой человек. Какого Коринфянам 3,16? Первый Коринфянам 3,16. Легко вы запомните, потому что это очень созвучно с Иоанном 3,16. Так, и еще пару знамений расскажу. Я хотел вопрос спросить, про ту израильскую семью, австралейскую семью, еврею. а не весянские. Именно это с этим ознакомились и уверовали? Да. Но не только это. Там еще есть моменты. 53 глава Исаии еще больше повлияло на хозяина, по крайней мере, семьи. А вы не знаете, вы храм Божий. И Дух Божий живет в вас. И еще, какие знамения? Тоже 40 лет, последних 40 лет такие знамения совершались. Храмовые ворота написано в Талмуде в разделе Йомжи. Они сами собой распахивались во время Бога служения. Это был знак тоже, которому нельзя было не заметить. Народу и священникам. Это не были простые двери. Вот такие даже двери. Нет. Эти двери десяток этих служителей закрывал. Одного, я сейчас не помню, там по энциклопедии украшения, золото, серебра, ведь во времена Ирода очень много украсило все это. Одного золотого украшения, там где-то полтора лет было, по-моему, на этих вратах. То есть это были массивные ворота, которые просто так, от сквознячка, на тебя, они не раскроются. Так вот, они сами собой распахивались во время служения. Как на фотоэлементах? Это вот на этот праздник. Сорок лет. Не только на любое. Но во время служения, храмового служения, основное. А что это означало? Богу, это все. Открытые царские врата, открытые ворота, все. Добро пожаловать царство Божье. Кстати, в Москве в двадцать, не помню каком, двадцать третьем, двадцать четвертом где-то, двадцатых годах, во время НЭПа, во время такого пробуждения духовного, большого России тогда, советского уже. Так вот, и один из лидеров тогда обновленчества реформатовского движения православного, Антонин Грановский был такой. Так вот, он, его резиденция была в Зайконоспасском монастыре в Москве. А Зайконоспасский монастырь имел главный собор, довольно-таки богатый. Иконостас имел тоже там тонны золота, серебра, камней. То есть это был очень богатейший иконостас, значит, в Москве. Еще там, царских времен, все это украшалось и переукрашалось. Так вот, и Антонин Грановский, как раз время было такое очень непростое, приказал демонтировать полностью иконостас однажды. Все это золото, серебро, камни, тонны всего этого, были переданы, как пожертвование, голодающим людям, чтобы купили хлеб. Об этом, напрочем, в Ролизии за границей привезли на кормере голодных. А престол приказал поставить посреди. Представьте, люди, обычно москвичи, какой шок культурный испытывали православные, заходили в храм, помолиться. А где иконостас-то, где его нету? А как же? И было сказано, как раз, Антонином Грановским, чтобы добро пожаловать в Царство Божье, открытые двери. Это называлось демократизацией небес, потом как-то там открыть самый широкий доступ к престолу Отца Небесного. То есть, вот такие лозунги были, как раз в духе такого, 20-х годов того времени. Но все это как раз было не просто там революция в церкви, еще называли это периодом революции в церкви. Но это все было как раз именно новозаветным таким пониманием. То, что престол стоял посреди храма, и люди, и военные инвалиды эти коллеги, и крестьянки, и рабочие, и батюшки, все, кто там были, приходили к престолу, принимали причастие вместе, как священники Великого Бога, и как братья и сестры, без иконостасов. А иконостас-то он назвал ненужной перегородкой. Так вот, а ломаться на перегород начало еще 2000 лет назад, когда, после уже воскресения Иисуса Христа, когда храмовые ворота сами собой распахивались на протяжении 40 лет. То есть, целых 40 лет Бог ждал покаяния лидеров и вообще основной части как раз еврейского народа. Но, к сожалению, ожесточение произошло. И, к сожалению, особенно среди священства, особенно среди лидеров. Хотя, да, многие покаялись, но далеко не все, далеко не все. Слава Богу! За все, слава Богу! У нас? У нас пять минут. Тогда, значит, давайте дальше. После... Как храм был разрушен, вы знаете, да? Слышите начинания? Римляне, да. Римляне разрушили, да. А кто руководил кампании разрушения храм? Тит. Да, Тит. Хотя Тит император... Ну, он не император был, его отец императором стал. Он еще собирался быть императором, но потом стал, чуть позже. Так вот, Тит, он приказал храм не трогать вообще-то. Все, рушьте, ломается, но храм не трогайте. До сих пор неизвестно почему. Некоторые говорят, что он был впечатлен высотой храма. Хотя, римляне глядали его лучше. Внешне, посреди лишние храмы. Скорее всего, это было бы из политкорректности определенной. Чтобы все-таки часть... Там же не шла речь о тотальном истреблении народа и евреистов. Нет, ни в коем разе. Скорее всего, шла речь именно об этом. Но храм сгорел. Даже вопреки воле захватчиков этих, значит, проработителей, значит, был пожар. И римские эти лионеры бросились было душить пожаром. Да куда там? Плаве было такое сильное, что все горело. И было ясно уже и погибающим людям, и римлянам было понятно, что сам Бог евреев разжигает свой же храм. И золото, серебро, медь. Все это плавилось. Тонны и тонны всего это плавилось. И потом стекало и застывало между камней. И потом уже, когда битва вся стихла, пожарящие все были потушены. Римляне взялись разваливать то, что осталось. И исполнили, сами того не понимая, слова Иисуса Христа. Буквально исполнили. Камни на камне не оставили. Все разрушили. Не ради спортивного интереса, а ради, чтобы достать золото с сереброном и прочее. То есть, они сами не понимая, исполнили вот как раз именно слова Мессии. Но, хотя храм был разрушен, но храм святой в Господе до сих пор формируется, строится. Стройка тысячелетий, двух тысячелетий продолжается. И основанием этого храма является кто? Иисус. Куполом Иисус. И, собственно, весь этот храм, это Иисус. Аминь. Из живых камней. Так вот, друзья мои. И примерно с 30-го года по 313 год, это первый период истории христианства. Его можно назвать, отметьте себе, раннее христианство. Раннее христианство. Это время... Для этого времени характерно что? Гонение. К сожалению, именно в это время очень много наших с вами братьев, сестер было убито за веру в Иисуса Христа. Потому что не все так было просто. В тот период времени церкви пришлось платить страшную цену. То есть, за покаяние, за принятие Христа, значит, многие платили страшную цену, свою жизнь отдавали. Римские власти гнали христианскую церковь. Не все, конечно, но в большинстве сливы, да. С 70-го года ранее христианство, да? С 30-го, с 30-го по 313 год. Но можно отметить и так, что после 70-го года церковь уже, она вне Иерусалима, она по всему миру распространилась уже окончательно уже. Это сто процентов. Почему? Потому что когда в 70-м году вот это все произошло, это страшная трагедия, разрушение храма, сражение Иерусалима, христианская это церковь, христианская это община ранее, она полностью покинула Иерусалим. Почему? Потому что было исполнение слов пророчеств Мессии, когда Арины не пришли, они обложили окопами Иерусалима и готовились к сражению, потом вдруг не с того или сего взяли и ушли, а оставили все. И, ну, как говорится, обещали вернулся. Но, значит, на какое-то время вот иудеям там, находящимся в Иерусалиме, казалось, что все, вот Бог за нас, и Он прогнал без единого выстрела, как говорится, всех римлян. Но мессианские евреи прекрасно знали, что это очень дурной знак. Иисус, потому что и говорил, когда увидите Иерусалим, окруженный, обложенный окопами, знаете, время близко, бегите тогда. И они ушли. Ну, большинство, конечно же, народа иудейского и особенно священнослужителей, священников, рабинов, они, конечно же, уходят в какая-то секта из города, ну, и уходят, как говорится, папа-спозорка более легче. Вот, как бы, меньше народа, больше кислорода, вот они ушли, эти сектаты, и без них теперь мы сживем хорошо. Но куда там? Римляне вскоре вернулись. И слова Иисуса исполнились, тогда уже буквально, о разрушении храма. И вот после этого исхода из Иерусалима, мессианской общины, этой церкви, этой колыбелье христианства, не только, это было все очень символично, глубоко символично, рассеившись, вот эти иудеи, язычники, стали распространять дальше и дальше Евангелие Иисуса Христа по всей уже территории Римской империи и за пределами Айгумена, за пределами обитаемой даже тогдашней римской вселенной. И поэтому после 70-го года, как бы, второе дыхание Евангелия такое началось в деле распространения благовестия. А через 100 лет, после уже Иисуса, значит, была еще там трагедия, как бы, очень такая страшная трагедия, пришел, помните, как Иисус говорил, что меня не приняли, но который придет во имя своего, его примите. И на самом деле пришел человек такой, нашелся, святое место хуста не бывает, ожидания мессианские, они остались в народе, даже не принявшими Иисуса, ожидания были, спрос рождает предложение, нашелся такие, такой, выскочка, который заявил, что я мессия, пойдем за мной. Был такой бар-коба, который поднял восстание, и он был очень, как бы, так вот, ну, много совпадений было, значит, в общем-то, предполагалось, что очень много библейских исполнений пророчеств было в его жизни, как бы, его, как говорится, и пули не брала, там, и все. Такой был очень сообразный, герой такой на коне, очень зрелищный был такой человек, который обещал мечом освободить Иерусалим и дать свободу Иудеи. И народ, знаете, просто повалил в эту секту, просто повалил. Особенно в костном моменте, когда первый священник официально объединил его мессией. И вот этот основной состав священства, первосвященники, священники, левиты, равильные признали его бар-кобу именно мессией. Поражение было страшное. Мы понимаем, да, бар-кобу был убит, все это казалось большой ложью, больше миллиона иудеев было убито в этой бойне, просто настоящий бой не творилось. Были просто срублены там тысячи этих деревьев, поставлены кресты, тысячи, десятки тысяч людей просто умирали в страшных огонях на этих крестах. Римляне, конечно, свирепствовали. Они хотели просто идею мессианства вырвать с корня. Но после этого началась еще большая волна гонений на христиан, потому что в них видели опаснейшую иудейскую секту, которая распространилась за идеи язычников. Об этом будем после переговора. Продолжение следует...